Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск в студии Татьяны Блинковой в начале коротко о главных темах уходящей недели. Началась прошедшая неделя с объявления нового губернатора Красноярского края. Большинство жителей отдали свой голос за Михаила Катюкова, который был назначен президентом России на должность временно исполняющего обязанности руководителя региона после ухода Александра Уса. 20 миллионов рублей, выделенные Каннску на ремонт дорог в этом году, освоены. Специалистам осталось заасфальтировать лишь подъезд к новому дому в 6-м северо-западном микрорайоне. Первая комиссия городского совета депутатов после летнего отдыха выявила серьезную проблему. Оказалось, что деньги, выделенные бюджетом на содержание дорог в 2023 году, практически полностью израсходованы за первое полугодие. На второе из 50 миллионов рублей осталось чуть больше миллиона. С учащимися 18-й школы встретились добровольцы СВО, которые сейчас являются волонтерами и помогают бойцам собрать всю необходимую технику для боя. Мужчины пообщались с ребятами, развеяли мифы и направили молодежь в патриотическое русло. Станция юных натуралистов отметила свой 65-летний юбилей. Педагоги станции курируют 22 образовательные программы, в которых задействовано более 1300 детей. Ко всему прочему, территория учреждения является образцово-показательной в городе и привлекает к себе внимание множество жителей и гостей Каннска. С приходом осени в городе проходят плановые работы, связанные с подготовкой к холодам. Одна из них – это приостановка фонтанов. После летнего периода специалисты приступают к их консервации, в которую входят технические мероприятия по защите конструкции, инженерного оборудования и коммуникации объекта от влияния погодных условий. Но жители города еще смогут насладиться красивым видом фонтанов на выходных. Ну, мы все прогноз погоды смотрим, пользуемся примерно одними и теми же ресурсами. Погода на выходные обещает быть хорошей, до 20 градусов, поэтому принято решение дать возможность жителям города наслаждаться фонтаном на площади и в районе лицея номер один, еще и на этих выходных. После этого мы приступим к плановой консервации двух этих фонтанных объектов. Ну, чтобы было на площади не только тепло, но еще и красиво. Да будет тепло! Каннские энергетики рассказали, они практически готовы к началу отопительного сезона. Плановые ремонтные работы сетей прошли успешно и уже закуплено 54 тонны топлива. Подробнее расскажет Кристина Кущ. При подготовке к очередному отопительному сезону энергетики в рамках проведения капитальных работ в летний период времени заменили порядка 4 километров тепловых сетей на 7 участках города. Основной важный участок по улице Гитуева и 30 лет ВЛКСМ. Это магистральный трубопровод, по которому осуществляется теплоснабжение всей левобережной части города. Только там было отремонтировано порядка 300 метров. Кроме того, энергетики провели и гидравлические испытания. Из 27 повреждений устранено 21, остальные 6 в работе. Также специалисты рассказали о замещении котельных в городе. В рамках реконструкции и исполнения схемы теплоснабжения города Каннска в этом году мы модернизируем 3-4 источника старых устаревших. Это котельная 12-я, Новоканская, котельная 16-я. И большую работу ведем по переключению котельной КНП, красноярских нефтепродуктов и туберкулезного диспансера, на модульную котельную. То есть сейчас ведутся активность работы. К 20-му числа будут завершены. И потребителя запустим уже от новой котельной. И две старые будут либо законсервированы, либо ликвидированы. Это уже собственники определят. Тем временем на Каннской ТЭЦ уже отремонтировано 6 котлов и 2 турбины. А также закуплено 54 тонны угля. Все оборудование у нас провели проверку. Была комиссия. Сейчас еще продолжает работать комиссия по проверке, по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года. Мы подготовили все документы. Ждем на этой неделе получения паспорта готовности. Так что Каннская ТЭЦ к несению нагрузки тепловой и электрической 2023-2024 год готова. Теплее в квартирах жителей Каннска станет уже на следующей неделе. Распоряжение о подаче тепла уже подписано главой. В этом году начало отопительного сезона начнется с 20 сентября. С этой даты в течение трех дней тепло поступит во все дома горожан. Кристина Кущ, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал. Сразу после небольшой рекламы расскажем о том, каким будет новый 117-й театральный сезон и что ждет зрителей на его открытии. Оставайтесь на пятом. Трактор Деталь. В магазине Трактор Деталь новое поступление запчастей для тракторов и спецтехники. Качество, лояльные цены, оперативность. Выполним доставку на дом. Трактор Деталь. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Залежать! Интернет пропал! Телевидение пропало. Сейчас нашим миром прервано. Требуется новый провайдер. Надежный интернет и легендарное телевидение от Орион Телеком. Для самых чрезвычайных ситуаций. Только 21 и 22 сентября в ГДК пройдет выставка свежего алтайского меда. Большой ассортимент свежего меда. Пенсионерам скидка. Город Канц, городской дом культуры, улица Ленина, 10. Работаем с 10 утра до 17 часов вечера. 117-й театральный сезон не за горами. Во всех цехах Каннского драматического театра кипит работа. А ведь до встречи с любимым зрителем осталось совсем немного. Какие спектакли откроет новый сезон, узнаете в следующем материале. В пошивочном цеху уже готова практически половина нарядов, в которых перед зрителями предстанут уже всем знакомые артисты Каннского драматического театра. Швеи, будто пчелки, жужжат на тканью с утра до самого вечера. Также заняты и специалисты художественного цеха, которые готовят декорации. Первой постановкой в новом сезоне станет музыкальная комедия «Баба Шанель». Участие в ней примут актрисы, мастера сцены, у которых в этом году состоятся творческие юбилеи. И актер-новичок, которого каннский зритель еще не видел. Но самое главное – это задумка спектакля. Начинается он с веселого застолья в актовом зале Дома культуры Всероссийского общества глухих. Главной героиней – участницы русского народного хора. У них только что завершился юбилейный концерт, посвященный десятилетию их коллектива. А самим солисткам далеко за 70. При всем при этом все старушки тайно влюблены в руководителя ансамбля – молодого аккордеониста Сергея. Но веселье рушится с появлением Розы – новая участница ансамбля, которая должна стать солисткой. Раз, два, три, раз, два, три. Голи, цари, на три, поли, уху, 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 уху. Для этого спектакля всем артистам даже пришлось обучиться игре на балалайке. Да ведь некоторые из них даже в руках ее раньше не держали. Но, как говорит приглашенный из Москвы композитор, обучаются они довольно быстро и без особых усилий. Балалайка – ну, не самый сложный инструмент, да, потому что, если, говорю, там вот в деревне пьяный тракторист из-под трактора вылез, руки вот так вот сделал и может играть на балалайке. Поэтому артист, высокодуховный и сильно образованный человек вполне может играть на несложных музыкальных инструментах. Ну, они, конечно, молодцы, потому что это и физически немножко больно, там и пальцы, знаете, болят, да, и много времени занимает. Он Юлия, она с собой балалайку домой таскает, каждый раз туда уносит и потом приносит. То есть они такие фанаты, они молодцы, конечно. Поэтому и рост такой довольно быстрый, что буквально за четыре дня они, вон, репертуар с шести-семи песен уже играют. Второй премьерой станет спектакль «Каштанка», поставленный по рассказу известного русского писателя Антона Павловича Чехова. В этой трогательной и смешной истории про потерявшуюся собачку автор повествует о преданности и дружбе. Дает возможность переосмыслить отношения к братьям нашим меньшим. Однако «Каштанке», как она есть, ждать не стоит. Режиссер, конечно же, внес в постановку свое видение истории. Во всех своих работах я преследую один только мотив и жанр, который я использую. Это такая театральная клоунада, пантомима, эксцентрика и акробатика. Благодаря этому мы совмещаем драматический жанр с таким клоунским искусством. Это яркие образы, это приспособления актерские, новые для драматических артистов, с которыми мы специально прошли несколько этапов подготовки к этому спектаклю, потому что нужно было освоить новый жанр для них, для многих из них. Это острая форма по своей внешней форме, но остается драматическое проживание, то есть актерское мастерство никуда не пропадает, а наоборот мы еще больше погружаемся в предлагаемые обстоятельства. Благодаря этому происходит такое волшебство, и спектакль в итоге будет достаточно яркий по своей сути. Другими словами, на одной сцене объединятся театр и цирк. В спектакле гармонично пересекутся жанры клоунады, пантомимы, эксцентрики, которые будут сменять друг друга в такт сюжету. Это докажут не только артисты, но и декорации, которые сейчас активно готовят в художественном цеху. Что касается самой идеи, мы хотели показать, почему, собственно, такие декорации, что это некие персонажи, которые живут в чемодане, такая ассоциация со старыми игрушками детскими именно. Премьеры этих двух спектаклей состоятся 30 сентября и 8 октября соответственно, а само открытие 117 театрального сезона запланировано на 23 сентября. В этот день зрителям покажут постановки, которыми закрывали прошлый театральный сезон, но увидеть их смогли далеко не все. Речь идет о смешных деньгах и о старике-старухе и золотой рыбке. Открываться мы в этом году будем спектаклями, которые мы выпустили буквально перед отпуском в июне и в июле. Наш замечательный спектакль «Старике-старухе и золотой рыбке» по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Это спектакль неимоверной энергетики на настоящей фольклорной основе. Еще один проект, который также, наверное, будет пользоваться огромным зрительским успехом – это премьерная комедия «Смешные деньги». Наверное, очень долго ждал зритель такой премьеры, когда можно действительно прийти в театр, отвлечься от будничных мыслей, погрузиться в атмосферу веселья, радости, запутанной интриги и, собственно, выйти из театра с хорошим настроением. Конечно, планы у сотрудников театра грандиозные, касаются не только открытием – полностью распланированный новогодний репертуар. Но пока открывать все карты не будем. Тем временем, до старта нового театрального сезона осталось чуть меньше двух недель. Успевайте приобрести билеты и стать свидетелями этого прекрасного события. Татьяна Блинкова, Александр Миниев, телекомпания «Канск», 5 канал. На этих выходных погода порадует жителей Каннска, можно сказать, летним теплом. Уже сегодня днем температура воздуха прогрелась до отметки в плюс 20 градусов, а вот ночь ожидается холодной – до плюс трех. Суббота обещает быть солнечной, плюс 19 – дневное время суток и плюс 4 – в ночное. А 17 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность – плюс 20 днем, плюс 5 – ночью. Порывы ветра выходные будут доходить до 4 метров в секунду. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. С 14 по 23 сентября пройдет выставка-ярмарка рыбы от компании «Вкусная рыбная». Большой ассортимент продукции из Камчатки, Норвегии, Сахалина, Владивостока и Чили. Семга, Чивыча, Форель и многое другое. Ждем вас. Мы находимся в Портер Тур 2 возле магазина «Столица». Чистейший воздух, незабываемый отдых, психологическая разгрузка и море положительных эмоций. Санаторий «Березка», недалеко от Красноярска. В октябре скидки на проживание до 15%. 8 800 222 38 00. Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС. Если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей-специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации, в том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент – оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Редактор субтитров А.Семкин Давай, шеф! На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Актуальные новости, объективный анализ и эксклюзивные комментарии о важнейших событиях Красноярского края. Региональный дайджест каждую среду сразу после новостей на 5-м канале. Смотри новости 5-го канала в социальных сетях. Подпишись на YouTube-канал. Будь в курсе событий нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова